А перед началом данного видеоролика, хочу попросить минуточку внимания. Как вы знаете, у чита Espens был свой личный дискорд сервер. Но по неизвестным причинам, создатели сервера взломали и полностью удалили сервер. Но они не расстроились и создали новый дискорд сервер. Так что, кто был на старом или хочет вступить на новый дискорд сервер, я оставлю ссылочку в описании, можете переходить и присоединяться к нам. Сегодня по вашим многочисленным просьбам, я опять начинаю снимать видеоролики по скриптам. И сегодня у нас будет скрипт на Арсенал. Он относительно старый и относительно новый. Но лично я его в первый раз вижу. По функционалу он самый отличный из всех существующих, по моему мнению. Ну, в принципе, давайте уже приступим. Сегодня у нас будет чита Espens, ссылочка на него будет в описании вместе с ключом. Вставляем сюда ключ, нажимаем ОК. Все отлично. Ждем пока появится. Так, все, чит появился. Вот это можно стереть. Оно нам не надо. После этого копируем скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Так, вставляем вот сюда. Потом нажимаем Мейн. Так, сворачиваем чит. И инжектимся. Сразу говорю то, что у меня инжект не работает. Вот кнопочка инжект, если что, здесь находится. Вот. У меня автоинжект не работает. Не знаю почему. Но, в принципе, вы можете проверить. Может быть, у вас будет работать. А если вы также инжектите также через приложение, как и я, то открываете вот этот инжектор, нажимаете Select DLL, потом рабочий стол. А перед этим переносите папку с читом на рабочий стол. Заходите в нее. И нам нужен вот этот файл. Нажимаем на него. Потом кнопочку открыть. Потом на Roblox. И инжект. Так, все отлично. Сейчас ждем, пока он заинжектится. Так, все готово. Сейчас должна иконка появиться. Все. Если иконка появилась, значит у вас заинжектилась. Все отлично. И активируем наш скрипт. Немножко подвисло, но это нормально. Это просто скрипт очень много весит. Ну, типа того. Вот, и он довольно долго грузит и подвисает иногда. Так, значит смотрите, DM это убираем, потому что оно не грузится, не знаю почему. Там вроде бы ничего нету. Вот самые основные функции. Значит смотрите, есть Infinity Jump. Вот эти функции я не знаю. В принципе их сами можете проверить. Kill All это убить всех. А Look это что-то закрыть. Потом дистанция. Эта дистанция, я так понимаю, можно прицепиться к игроку сзади. У меня уже был такой скрипт. Вот. Что-то типа наподобие такого, я думаю, будет. А M-Bot. А потом Trigger Part. Получается, куда целиться. Это показывает наших союзников, которые со мной в тиме. А это показывает наших противников. Вот. А Debug это получается убрать баги. Если у вас немножко забагалось. Так, ладно. Давайте сразу включим Infinity Jump. A M-Bot. И потом SP. Так, всё, заходим. Давайте за красных. Так, всё, готово. Давайте проверяем Infinity Jump. И он почему-то у меня не сработал. Странно. Либо я просто не на ту кнопку нажимаю. Ну, короче, ладно. В принципе, не суть. Infinity Jump, я думаю, тут особо не важен. Так, и я не успел показать AIM с SP. Но сейчас всё будет. Также заранее скажу, чтобы нацелиться на противника, вам нужно зажать и задержать правую кнопку мыши. И он у вас прицелится на противника. Так, давайте вот эту карту выберем, в принципе. Давайте две команды. Так, всё, ждём. Сейчас он у нас загрузится. Всё отлично. Так, давайте заходим. Давайте за синих. Так, всё. Запускается. Три секунды. Одна секунда. Всё. Поехали. Так, значит, смотрите. Я зажимаю правую кнопку мыши и держу. Видите, он целится на противника. Всё работает. Убил я его. Так, ага. Убил я его даже не в голову. Но сейчас, в принципе, всё с вами сделаем. Так, они прячутся. Давай теперь зарядочку сделаем. Сейчас их убьём. Так, зажимаем опять правую кнопку мыши. И я не успел. Так, ладно. Окей. Значит, давайте ставим хиат. Это голова. Так, меня опять ёхнули. Так, сейчас возродимся с вами. И сейчас мы, получается, будем убивать только голубу. Так, целимся. Всё, отлично. Как видели, я убил. Но там мне, получается, мой союзник помог. Так, ладно, идём дальше. Так, опять помогли. Но убивается он вроде бы как в голову. Да. Вот последний лог событий. А, это меня убили в голову. Так. Что-то ничего тогда не понимаю. Он должен убиваться в голову. Но он почему-то не убивается. Очень странно. А пицца далеко, блин, не летит. Так, ещё перезарядка у меня была. Ладно. Давайте. Сейчас попрактикуем немного. Так, опять не убил. Все мои киллы, блин, забирают. Так, а вот сейчас я убил. Ага, опять не в голову. Странно. Но вот сейчас со снайперской винтовки я точно должен в голову убить. Вот, наконец-то голова, как видели. Просто они бегают, прыгают. Из-за этого он особо на голову сильно и не целится. Вот опять голова. Отлично. Всё заработало. Так, что-то я его убить не могу. Ладно, окей. Так, давайте тогда на них проверим. Кто-то, по-моему, залазит. Или нет. Или да. Так. Его я не в голову убил. Окей. Значит, сейчас следующая будет голова. Да, голова. Отлично. Ну, как видите, в принципе, АИМ на голову работает. Давайте, в принципе, дальше проверим. Хуманоидо рут парт. Это я, честно сказать, не знаю. Но давайте, в принципе, сейчас с вами проверим. Может, что-то интересное. Это, я так понимаю, он стреляет в туловище. То есть, теперь я буду убивать только в туловище. Так, ладно. Давайте попробуем проверить скилл ал. Не знаю, как она работает, эта функция. А, типа, смотрите. Я так, получается, понимаю, то, что килл ал, вроде бы, как он сразу резко переключает на другого игрока. То есть, допустим, я захватился вот за этого игрока, а перед ним, короче, выбегает другой игрок. И получается, тот игрок, который выбежал, у меня автоматически на него нацелится. Может быть, это так работает, может быть, нет. В принципе, вы сами все можете проверить. Сразу скажу то, что я в английском не шарю. Вот. И говорил то, что как понимаю. Если хотите, можете написать в комментариях, поправьте меня. Я потом все комментарии читаю, отвечаю. Так, ну, в принципе, aim работает, и sp работает, это хорошо. Также вот, sp наших союзников, как видите, за них тоже зацепиться можно, но, в принципе, это, я думаю, бесполезная функция. Так, давайте сделаем дебаг. Так, тут у меня сзади убивает, окей. И дистанцию давайте выберем, я не знаю, что это такое. Давайте два сделаем. Так, сейчас проверим. Ну, в принципе, ничего не изменилось, я так понимаю. Либо я что-то неправильно делаю. Так, их там много бежит, всех не успел убить. Ну, в принципе, все работает, как вы видели. У меня уже 20 киллов. В принципе, можете пользоваться. Скрипт довольно хороший, довольно качественный. Вот, но нужно разобраться, как пользоваться. А на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Лейзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...